Доброго всем дня, дорогие мои друзья, верные подписчики и те, кто впервые на нашем канале. Я представляюсь, меня зовут Лена, я ведущая программы проповеди по понедельникам. Эта программа создана Христианской Пресвитерянской Церкви в Казахстане. Слово «пресвитер» — это библейское слово, пускай оно вас не пугает, оно означает «Божий служитель». А для того, чтобы служить людям, необходимо быть и духовно образованными. Поэтому наш духовный наставник, пастор Абай, богослов, учит нас с пониманием относиться к Божьему Слову и наставляет нас каждое воскресенье. Мы воспитаны на уважении христианских динаминаций, вековых традиций этих церквей — православной, католической, протестантской. Поэтому мы, как миссионеры, я и мой муж Рони в Бельгии создали и домашнюю церковь и служим людям, которые в силу каких-то обстоятельств, разочарования веры или каких-то географических обстоятельств не могут находиться каждое воскресенье на службе. И мы служим им только духовными ценностями, осмыслением Божьего Слова. А так как оно писалось нашим Господом, то оно имеет единство. Этим объединяются эти динаминации в Божий народ. Наша домашняя церковь в Бельгии является дочерней мессианской церкви. И мы выступаем от синода, который был организован благодаря нашим дорогим миссионерам из Южной Кореи. Я слушаю проповеди пастора Абая в Казахстане, а потом в Бельгии. С учетом разных временных полюсов я перевожу эти проповеди на фламандский язык при необходимости. И не только по воскресеньям, но дублирую их каждую неделю для тех, кто по какой-то причине из наших верующих не мог прийти в воскресенье на служение. А родилась эта программа проповеди по понедельникам на Ютубе около десяти лет назад, когда однажды проснувшись, я услышала голос сердца. «Делай фильмы по проповедям. Трудись, как рабочий». Как я поняла, это означает «Выпусти фильм и забудь о нем». «Все отдай в руки Божьи». Мой муж, рукоположенный миссионер-пастор Ронни, который сейчас болеет, сразу приступил к осуществлению этого проекта, купил мне фирменный телефон. Он меня благословляет на создание этих фильмов, хотя ему трудно меня не отвлекать. Но он как бы жертвует меня Богу, так как при подготовке этих фильмов я чувствую помощь Божьего Духа, Духа Святого. Надо учитывать и то, что воскресные проповеди у нас на нашем богослужении составляются по вопросам верующих. И сегодня я предлагаю для совместного размышления, дорогие мои друзья, братья и сестры, вторую пасхальную проповедь, прочитанную в радости праздника Пасхи по православной традиции. Мы на богослужении, прославив Бога, покаявшись, прочитавшись символ веры, которая единая для всех церквей, всех динаминаций, прочитали 27-28 главы Евангелия от Матфея. Это последние главы в Евангелии. И по просьбе пастора Абая мы стали размышлять над Божьим Словом. Сам пастор Абай отметил, что в начале Евангелия от Матфея мы читаем, что пришли волхвы с Востока, они язычники, и они были первыми, кто приветствовал младенство Иисуса, принеся ему дары, какие приносят царям. И в конце Евангелия от Матфея мы читаем участие, мы читаем о участии язычников во время этой пасхальной недели, когда Иисус был распят. Речь сотника. Сотник, как написано в Евангелии же, и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение, и все бывшие устрашились весьма и говорили, воистину он был сын Бога. А также вспомним слова жены Пилата. «Между тем, как сидел он, Пилат, на судейском месте, жена его послала ему сказать, не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Жене Пилата приснился вещи сон, что Иисус праведник, и что если ему сделать что-то плохое, то за это можно пострадать. И она предупреждает мужа о своем пророчестве, чтобы Пилат не совершал насилия над Иисусом, иначе им обоим будет худо. Пилат не хотел казнить Христа. Он как мог пытался спасти Иисуса от его обвинителей, ибо видел, что они из-за зависти хотят лишить его жизни. Но в 26 стихе мы видим, «Как усиливается смятение народа, назревает как бы восстание, а Пилат, как представитель римской власти, как префект, не должен был этого допустить, потому что за порядок в Иудее он отвечает перед императором». Ради порядка в стране в Иудее отдал Пилат Иисуса на казнь. И он пытался снять с себя вину, показывая, что распятие Иисуса происходит не по его воле, но все равно это он дает распоряжение казнить Христа. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды, умыл руки перед народом и сказал, «Невинен я в крови праведника сего, смотрите вы». Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Невинен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Мы читаем, что для того, чтобы получить это повеление Пилата казнить Иисуса, священники и книжники берут на себя вину, и весь народ берет даже вину на своих детях. Все сделано, лишь бы Пилат казнил Иисуса Христа. Один наш верующий говорит, «Есть такое ощущение у меня, что когда Иисус воскрес, он пересматривает свой взгляд на язычников, давая большее предпочтение язычникам, чем евреям». Это происходит потому, что евреи приняли решение, они отвергли Христа, казнили его. Вот поэтому акцент делается на всех народах, теперь уже на язычниках. Но, в принципе, даже если евреи бы не отвергли Христа, то он бы сказал всему Божьему народу, «Идите и спасайте мир». Ибо евреи были спасены для того, чтобы нести благую весть всем народам. Ведь Бог сказал Аврааму, «Тебе благословятся все народы». Если бы евреи не распяли Христа и приняли его на горную проповедь, то они стали бы жить в заповеди любви друг к другу. И тогда бы Христос тоже им сказал, «Идите и проповедуйте Мое учение всем народам, научите народы жить по любви, и отправил бы их во все концы света». Господь это делает и сейчас. Но в другом варианте. Евреи ведь отказались от Него, но большинство. Но кому он дает поручение идти и проповедовать благую весть? Язычникам? Нет. Он это доверяет евреям, которые слушали на горную проповедь и приняли учение Христа. И Иисус стал их господином. И вот господин дает такой наказ. Этих евреев было 120. А остальные 6 миллионов еврей, они остались жить по закону Моисеева. И пастору Абай сказали, что потом же, после Пятидесятницы, добавились еще 3000 верующих. Да, говорит пастор Абай, еще и 5000 уверовавших в Иисуса Христа. Но они тоже были евреи, гости, которые пришли на праздник, как паломники. А потом отправились каждый в свою страну. Для меня было лично потрясение, что Иуда, вот он раскаялся, когда узнал, что учителя, по его мнению невинного человека, священники приговорили к смерти. Священники косвенно сами признают, что Иисус невинный. Они об этом знают. И им дела нет на страдания, кающегося Иуды. Они же сказали Иуде, что нам до того, смотри сам. И, бросив серебряники в храм, он вышел, пошел и удавился. Вина за грех довела человека до самоубийства. А мы имеем Христа, который своей кровью искупил нас, грешников, от этой вины. Он принимает наше покаяние. Еще до того, как мы покаялись, он простил нас. И был другой вопрос. Как принимать ответ Иисуса, когда его спросили, кто ты? И спросил его правитель, ты царь иудейский? Иисус сказал ему, ты говоришь. Пастор Абай говорит, ты говоришь, ты сказал. Это риторический прием, где есть непрямое усиливание смысла того, что было сказано, и прямое подтверждение. Да, я сын Бога. Так надо понимать. А другого верующего затронули стихи 52-53, в которых говорится, что когда Иисус испустил дух, то произошло землетрясение, гробы отверзлись, занавеса разодралась, мертвые воскресли. И они появились людям по воскресении Христа. Пастор Абай говорит, что воскресшие по воскресению Иисуса явились люди, но не говорится, что с ними стало потом. В Библии нет этого. Не говорится, жили ли они с людьми, или вернулись с гробы, или на небеса поднялись, значит, это надо принимать так, как написано, не больше того. Пастор Абай говорит, что за 30 серебряников, которые Иуда оставил в храме, священники купили у горшечника землю для погребения, и она была названа земля крови. Вот это событие могло быть до разрушения Иерусалима, то есть это фактическое свидетельство, что Иуда предал Иисуса, и на полученные от предательства деньги была куплена земля у горшечника. Матфей говорит об этом, чтобы показать реальность описанных им событий, что Иисус пролил кровь. Это можно истолковывать, как материальный факт, который свидетельствует о страдании Христа. Это свидетельствует и о том, что Евангелие от Матфея было оформлено до 80-го года, так как храм еще не был разрушен. А вот когда он будет разрушен, евреям запретят жить в Иерусалиме. Сегодня мы воссоздаем историю по древним текстам, по зафиксированным фактам. Этими фактами может быть посуда, стрела, предметы, обихода. Матфей говорит, что все знают, где расположена земля кровавая, которая связана с предательством Иуды. И это свидетельствует о страдании Христа, о том, что была пролита его святая кровь за грешника. Давайте представим, что мы пришли на место, где проходило наше детство. Но мы уже выросли. И пусть родительский дом разрушен, но все равно что-то на этой земле будет напоминать нам о наших детских годах. То есть и это, руины нашего дома, или даже дерево, которое было посажено нами возле дома, останется для нас материальным свидетелем нашего детства. И был вопрос, почему охранники не сказали правду? Охранники за то, что они плохо стерегли гробницу Христа по военным законам, могли нести наказание от римских начальников. Но храмовые служители пообещали охранникам свое заступничество, если они не скажут правду, что случилось на самом деле, о том сверхъестественном, что произошло у гробницы Иисуса, а скажут ложь, по которой они должны быть наказаны Понтием Пилатом. Но охранники выбирают ложь в надежде, что эту ложь покроет заступничество священников. И еще было такое мнение. Неужели первосвященники и старейшины не побоялись того факта, что они могли убить Мессию, Сына Бога? Неужели у них не было достаточной веры и знаний библейских книг? Или они пошли ва-банк, ну, раз начали, так и закончили? Пастор Абай отвечает. Анна и Каиафа – священники. Это не только религиозная власть, это начальники народа. Здесь они выступают в роли политиков. Ведь они и предали Христа на распятие, и одной из этих причин, причин предательства была растущая популярность Иисуса Христа. Христос, когда учил в храме по приходу в Иерусалим, показывал слабые стороны учения седукеев, которые не верили в жизнь после смерти. Досталось и фарисеям за их показную веру, показную любовь к Богу и жестокосердие и жестокосердие к тем, кто слаб в вере и не может так досконально соблюдать весь закон. Хотя они дома отступают от Него, то есть тогда за занавесью, за стенами своего дома. Этим Иисус расшатывал их власть над людьми и начальствующие позиции их могли бы пошатнуться, если бы не были приняты такие меры, как смерть Христа. Еще одна причина, которая злила первосвященников, она заключалась в том, что в их глазах Иисус был потенциальным повстанцем, хотя он никогда не говорил о войне, никогда не говорил, что надо восстать и победить римлян, наоборот, он говорил о том, что надо уважать власть, которая, под которой находится иудейский народ. Он учил любви даже к врагам. Но священники боялись, что за восставшим Иисусом пойдет народ. Ведь Рим отдал власть над иудеем первосвященником. Конечно, римская власть оставалась, ее представлял прокурор Рима, Понтий Пилат в данном случае. Но во все подробности жизни этого народа римляне не хотели влезать, поэтому все государственные дела по налогам и устройства, благоустройства, жизни иудеев римляне отдали в руки первосвященникам, которые легально дублировали имперскую власть Рима. С приходом Иисуса появляется третья власть, которая не подчиняется ни римлянам, ни первосвященникам, поэтому есть опасность, что народ поднимет восстание и поднимет восстание, опираясь на популярность Иисуса. И тогда придут римские войска наводить в Иудеи порядок. Мы видим, что первосвященники и фарисеи мыслят не как духовные служители, а больше как опытные политики, и они боятся потерять свою власть, так как отвечают за спокойствие иудеи. Если бы в стране начались восстания, то последствия были бы сокрушительными как для положения первосвященников, как властных структур, так и для самой Иудеи. Поэтому Синедрион действовал на уровне религиозных решений. Эти решения по обвинению Христа и приговору казались им логичными, что лучше будет убрать того, кто выдает себя за Мессию, и когда его не станет, народ успокоится и мир с Римом не нарушится. Первосвященники в этот момент не только не ждали прихода Мессии, но и были против, потому что к этому времени многие люди уже приходили под именем Мессии, устраивали волнение в народе, потом приходили римляне и подавляли эти восстания. Первосвященников и фарисеев можно в этих событиях назвать проримскими. Именем императора им была дана власть, это их устраивало во всех отношениях. Появление Мессии, появление Христа воспринималось ими как декларация новой новой власти, которая никому не подчиняется. Первосвященники, как представители власти Рима, по которой иудея имела автономию, не хотели принимать третью власть. Их это не устраивало, поэтому они были против каких-либо изменений в обществе. Особенно им было невыгодно признавать Иисуса Мессией. Это связано с популярностью Иисуса и с воодушевлением народа, который думал, что Мессия принесет свободу, свободу Божьему народу. Если мы читаем Евангелие, то мы видим, что Евангелие освещает суды Синодриона как неправильные, признавая, что Иисус воскрес, то они бы дискредитировали себя в лице народа, но они успокаивали себя мыслью, что разве может что-то сделать воскресший человек против власти Рима? Вот и воскресшего человека можно и второй раз убить, если понадобится. Поэтому у них была основная задача представить воскресение Иисуса фейковой новостью. Вот в Библии, говорит пастор Абай, освящены все сферы жизнедеятельности человека и общества, и мы видим в начале века уже велись такие информационные войны, которые воздействовали на умы верующих евреев. Матвей дает в своем Евангелии нам понять, что первосвященники и фарисеи были в курсе всех изречений Иисуса Христа. Мы читаем 41-42 стихах 27-й главы. Подобно и первосвященники с книжниками и старейшими и фарисеями насмехаясь говорили, других спасал, а себя самого не может спасти, если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден Богу, ибо он сказал, я Божий Сын. Иисус на суде перед Синодрионом подклятвы утверждают, что он Божий Сын. Значит, приговоривший Иисуса к смерти священники и книжники во время распятия Христа вслух говорили перед всеми и о том, что Иисус говорил, что он Сын Бога. Но вот тогда они забыли, что Иисус говорил и о Своем воскресении и вспомнили об этом только после Его смерти. И вот тогда они всполошились, прибежали к Пилату и попросили стражу. Это говорит о том, что первосвященники полностью услышали учение Иисуса как Мессии. То, что Сын Бога хотел сказать людям об Отце, о спасении и жизни вечном в Царстве Бога, но это их не устраивало. Они это не принимали, потому что себя считали праведниками, а не грешниками. Им это спасение было не нужно. Но если бы с вами мы оказались на месте первосвященников, то, скорее всего, мы бы так же поступили, как и они. Мы бы так же поступили, если бы цеплялись за свою политическую власть. Очень трудно для человека, привыкшего властвовать над народом, да еще над Божьим народом, от нее отказаться, передать ее другому. Такое искушение преодолеть можно только в Боге. Священники служили сразу двум господам. Это отразилось в решении убить невиновного человека и предполагаемого имя Мессию, хотя Иисус утверждал, что Он Сын Бога. Надо сказать, что каждое слово Иисуса распространялось в народе, как будто сказанное через рупор. И, конечно, даже не присутствие на проповедях Иисуса, священники хорошо знали его учения. Они имели об этом учении полную информацию. Пастор Абай уточнил, что первосвященникам не давалась царская власть над Божьим народом. Такой ее властью Бог благословил только потомков Давида, поэтому у них была власть только религиозная или диаспоральная, когда к религиозной власти присоединяется и внутренняя государственная власть над народом. Аиуда пришел к священникам, к тем, кто обязан решать все суды. Он пришел в покаянии. У него было горе душевное, что он предал невиновного человека, а ему сказали, решай свою проблему сам. Если бы на месте первосвященника был бы Иисус, то Иуда был бы спасен, он бы покаялся в предательстве. И в этом наша радость, радость христиан, радость воскресения Христа. Снять с себя эту вину, которая ведет к самоубийству, которая разрушает нашу радость, нашу жизнь. И был вопрос. Возможно, что раввины сами понимают, что они казнили Мессию, Сына Бога. Евреи по пророчествам примут Иисуса Христа как Господом, как Мессии, как Сыном Бога. Но во время второго пришествия Христа на землю, когда он придет собрать воедино свой народ. А мы благовенствуем Евангелие и должны понимать, что человек сам выбирает, как ему поступать, верить или не верить. Это его личное решение, разумное и убежденное, основанное и на чувствах, и на разуме, и на духовном опыте, на жизненном опыте. Не надо забывать, говорит пастор Абай, что нет такого текста в Библии, которое на всех подействует одинаково. Нет такого текста Писания со свойствами чудесного золотого ключика, который решает все вопросы. И был вопрос, как Иисус проявляет сейчас свою власть, о которой он говорил после воскресения. Ведь он сказал как, дана мне всякая власть на земле и на небе. Что это за власть? Ведь Иисус не вмешивается в жизнь людей, и эта власть как бы мистическая, ее не видно. Иисус самый главный человек на небе и на земле, говорит пастор Абай. Поэтому он и учит своих учеников как царь всего мира. И он дает им царское наставление, идите и проповедуйте всем народам о том, что вы видели и слышали. И нам надо исполнять его волю сейчас, надо об этом рассказывать. А при втором пришествии его власть земная и небесная будет осуществлена и политически. А до этого она проявлялась в религиозном духовном пробуждении людей. И нам сейчас надо исполнять волю нашего Господа Христа. Надо об этом рассказывать о учении Христа, о спасении. А при втором пришествии власть Христа земная и небесная будет осуществляться и политическая. А до того времени она живет в нашей жизни на уровне духовном. Она ведет нас к пробуждению, к принятию Христа как спасителя, чтобы жить с Богом, в святости Бога. Ибо если мы придем без этой святости к Богу, то так же как народ еврейский будем повержены, испугаемся, ибо рядом с Богом не может ужиться никакое нечестие. И мы придем к Богу именно в святости Христа. До второго прихода Христа политическая власть тоже находилась в руках Его, ибо она была дана Иисусу Богом, Богом Отцом, но она проявится только тогда, когда Иисус во второй раз придет на землю собрать свой народ, воспитанный им по заповеди любви, понимающий слово Писания и исполняющий его в условиях грешного мира, в паутине соблазна. Из всех людей, которые были, есть и будут на земле, Иисус Христос имеет самую высшую должность, должность царя над всеми царями. Поэтому Он может быть представителем всего человечества. И был такой вопрос, является ли миссионерская деятельность целью христианской жизни? Основная задача христиан верить в Христа и жить по Его заповеди. Это высшая задача. А задача второго плана рассказать об этом другим. Когда Иисус говорит о крещении, то крестить это не значит крестить всех подряд, а только тех, кто принимает Христа как своего Господа и следует Ему. Их надо крестить. И не только крестить, но и духовно учить, поддерживать, объединять в одну Божью семью под покровом церкви. Ибо христианин это не одиночка. Он погибнет. Он погибнет в этом мире. Он не сможет выдержать, до конца продержаться. Главная цель это не просто рассказывать другим людям о Христе. Тут написано научить соблюдать все то, чему учил нас Христос. То есть его Нагорную проповедь. Иначе получится так. Иметь целью только призвать людей к вере и создать из них церковь, то не почувствуют значение церкви в своей жизни. И хотя они приняли Христа, но не поняли, что им надо делать дальше, куда двигаться, и как следствие люди разочаровываются в вере, их духовный энтузиазм угасает, и они расходятся по домам, а на их место церковь приходит новая волна спасенных. Это происходит потому, что второстепенная цель у служителей стала главной. Когда мы пришли к вере, и пастор Абай взял нас под свое крыло, он нас учил два года, образовывал, каждую неделю мы сдавали экзамен онлайн. Он нам говорил, для того, чтобы вы проповедовали Христа, вы должны быть образованными духовно и иметь избыток благодати. Когда мы начали проповедовать, то он нас предупредил, чтобы мы несли ответственность за тех, кого привели к вере. В Евангелии написано, что Иисус сказал, что не просто надо людей пригласить в церковь, их надо учить богословским знаниям, на том уровне, который они могут принять, чтобы они знали Божье Слово и исполняли его в своей жизни, чтобы не во вред себе пользовались духовными дарами, а главное, любили Бога, ближнего своего, тем, кому они служат, как и себя, то есть, чтобы они исполняли в жизни наяву заповеди Христа. Пастора попросили объяснить последние стихи 28 главы. «Я с вами, говорит Христос, во все дни до скончания века. Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это как бы научный термин, здесь использует пастор Абай тетраграматун. Четыре буквы. «Я буду с вами». Это имя Бога Яхва. «Он будет с вами». Когда Бог сказал Моисею, «Я веду евреев из Египта», то евреи его спрашивают, «А как твое имя?» «Скажи им имя мое», обращается Бог к Моисею, «Имя мое я буду с вами». Когда евреи выходили из Египта, Бог был с евреями в пустыне, пока они не пришли в Ханан, а там Он уже был в Скинии в храме, а после второго пришествия Он будет с нами буквально. Мы будем Его видеть воочию и слышать Его речь. Наверное, это будет на праздниках, больших праздниках. И в последних стихах Иисус говорит, что Я и есть этот Яхва, то есть вы будете Мне служить тем, что будете рассказывать обо Мне, уча Моему учению, Моему Слову. И в этот момент Я буду с вами. Там, где двое или трое соберутся во имя Мое, Я буду с вами. Иисус показывает, что Он был со Своим народом всегда. Об этом мы читаем в книге Ветхого Завета. В начале Евангелия от Матфея имя Иисуса было Эммануил, что значит Бог с вами, и заканчивается тем, что Иисус говорит Своим ученикам, что Я Бог, и Я буду с вами. Иисус незримо присутствует до скончания века, пока не установится Его Царство. Мы видим, что Иисус умер на кресте, что Он воскрес, что первосвященники знали святое учение Христа, но молчали, ибо это учение было им невыгодно принимать, что с еврейской темы все переносится на языческую тему, и цель всего Евангелия от Матфея идти и проповедовать всем народам мира благую весть. И эта цель евреями исполнила, что Иисус Царь на небе и на земле все об этом должны были узнать и последовать за Ним. И это есть пасхальная весть. Мы благодарим Бога за пасхальный текст, который нас учит, что смерть и воскресение Христа были реальны. Воскресение Христа видели стражники и реальность Его воскресения поняли священники. Воскресшего Христа видели ученики и Он давал им повеление «Иисус Царь неба и земли сейчас». Об этом свидетельство верующих и неверующие этого не видят. Но верующие в этом убеждены, потому что в их жизни происходят перемены. будем терпеливо ожидать прихода Христа, когда Его власть на небе и на земле проявится в буквальном смысле слова, как царя царей. Иисус Христос придет, когда последний избранник на земле примет свое рождение свыше. И в этом наша миссия, пока мы живем, искать Бога, во всем видеть Его волю и Его любовь. И найдя Бога, учить учению Христа и в любви учить приходящих к Богу людей, наших сестер и братьев, чтобы, когда настанет день второго пришествия Христа, Божье Царство сойдет на землю, и мы, поверив Христа, войдем в Его благодать и прославим Бога. С Богом, мои братья и сестры.